Здравствуйте! Сегодня у нас наша третья лекция. И сегодня мы к нашему рамду исчислений добавим такую вещь, как типы. Сначала мы поговорим о том, вообще для чего типы в языках программирования нужны и что они делают. Потом мы выберем некоторую специфическую систему тип, которая называется просто типизированное рамду исчислений. Вот в некотором специальном образе рамду исчислений. Ну, потом изучим, какие системы бывают и какие свойства бывают. Но сначала мы просто поговорим про типы в языках программирования. Это наша первая тема. Значит, вот что такое вообще типы и что такое система тип. Довольно тяжело дать такое определение, которое подходило бы ко всем языкам программирования. Но, тем не менее, Бенджамин Пирс, автор замечательной книжки по типу в языках программирования, которая называется, он дал вот такое вот определение, которое вы здесь можете увидеть. То есть это синтаксический метод и доказательство отсутствия в программе определенных видов поведения. Типы нам нужны для того, чтобы отсортировать плохие программы и отвергать их. А хорошие программы, обладающие полезными свойствами, пропускать. Мы классифицируем все выражения, которые в языке есть, относим их к разным типам. Мы вот, собственно говоря, подобного рода классификация, она и позволяет нам некоторые программы, про некоторые программы говорили, что они хорошие, про некоторые плохие. Ну, поскольку мы сейчас сосредоточены в основном на лямбда-исчислении, мы, соответственно, будем это определение понимать в определенном контексте. То есть, во-первых, в качестве выражений, которые там присутствуют, которые мы будем классифицировать, мы будем понимать лямбда-термы, это у нас выражение. Процесс вычисления значений, это редукция этих лямбда-термов. Ну, а, собственно, в качестве значений мы будем рассматривать нормальные формы. Ну, если мы будем работать с более расширенной системой, то мы можем рассматривать и слабые заголовочные нормальные формы. Типы, это конструкции чисто синтаксические. То есть, мы их приписываем, как некоторую часть синтаксис, ну, иногда можем приписать правильно, иногда неправильно. Собственно, для того, чтобы что-то типизировать, сам процесс типизации, мы будем описывать значком двоеточие. То есть, если у нас есть некоторый терм M, то его тип мы будем подписывать вот таким вот образом. Ну, термы мы договорились с вами обозначать большими буквами. Ну, произвольный термом обозначается большими буквами. Типы мы будем обозначать греческими буквами. Ну, при этом... Ладно, потом поговорим. Правильно. Ну, собственно, для чего они нужны у нас? Ну, здесь перечислено четыре пункта. Конечно, можно и больше пунктов вводить. Ну, первый пункт, он говорит о том, что у нас типы дают некоторую частичную спецификацию. То есть, они описывают, что наш терм может делать. Тип мы будем писать в синтаксисе таком математическом. То есть, писать стрелочку слева от стрелочки область определения, а справа от стрелочки множество значений. Ну, вот, например, первая функция, что мы можем про нее сказать? Что эта функция принимает натуральное число и возвращает натуральное число. То есть, вот с такими типами мы будем активно работать. Ну, вместо натурального числа у нас будут какие-то... какие-то еще специальные буквки, которые маркируют специальные конструкции. Ну, я надеюсь, что... Позволь вопрос. Правда же, что справа от стрелочки может стоять над множеством значений? То есть, например, если у нас какая-то функция, которая... мы точно знаем, что это значение 0,1, но не знаем, принимает ли она 2, то мы можем туда на всякий случай включить еще и 2. Ну, просто, чтобы не доказывать, что функция, когда имеется значение 3. Слово «включить» мне не очень понятно. Ну, еще раз, мы как раз типы... я не очень хочу типы интерпретировать как какие-то множества. А вы их сейчас начинаете интерпретировать как некоторое множество. Я еще раз повторяю, тип это просто синтаксическая метка, которая приписывается по определенным синтаксическим правилам. А дальше мы можем сказать, ой, метка, которую мы приписали, его можно интерпретировать теоретиком множественной, как некоторое множество. Пока мы говорим, что это синтаксические конструкции, и это такой очень правильный подход. То есть, если бы я вам рассказывал какую-то более глубокую теорию, я бы начал с длинного рассказа о том, что типы это не множество Что типы и множество это разные вещи, и поговорил бы, в чем здесь дело Причем это относится не только к программированию, но и к более фундаментальным вещам, к математическим разделам Есть теория множества, есть теория типов, это разные Теории совершенно разные, хотя, опять же, типы могут быть теоретико-множественно проинтерпретированы Вот пример более богатой системы типов, это функция G Мы такие системы типов изучать не будем, но, тем не менее, некоторые шаги в эту сторону сделаны Это пример так называемых зависимых типов Мы говорим, что функция G, она еще что-то утверждает Это на самом деле тоже функция из N в N, но еще в типе здесь указано кое-что А именно, что указано, что эта функция принимает некоторое натуральное значение Возвращает нам натуральное значение, которое больше того значения, которое мы примем То есть языки типов можно сделать очень богатыми Мы несколько шагов в этом направлении сделаем Но все богатство мы, конечно, изучать не будем, это выходит за рамки нашего типа Ну, второе свойство типов Мы сейчас обсуждаем, для чего нужны типы Это некоторые свойства, которые мы ожидаем от систем типов Правильно типизированные программы не могут сломаться Что значит, что они не могут сломаться? Это значит, что если у нас некоторый терм имеет некоторый тип И в процессе вычисления этот терм редуцируется к какому-то значению То значение будет иметь тот же самый тип От хорошей системы типов мы ожидаем, что в процессе вычисления тип выражения не меняется Помните, что наше вычисление – это просто редукция некоторого выражения Вот в этом смысле у нас все вычисления ведут себя хорошо. Третий пункт, он на самом деле немножко неправдив, но во многих системах типов он выполняет. Типизированные программы всегда завершаются, всегда ведут себя хорошо. Ну, точнее говоря, здесь можно сказать так. Пока мы строим базовую систему типов, у нас это свойство окажется выполненным. А потом мы скажем, что да нет, у нас тогда язык не зерен в полном будет. И тогда мы кое-что добавим в систему типов так, чтобы у нас были и незавершающие практики программы. Но если вот программа в лампе исчислений, как мы знаем, ну наше выражение, они могут в процессе вычисления, в процессе редукции расходиться, то в типизированные программы окажется, что это не так, что типы довольно ловко элиминируют всякую расходимость, и потом, когда нам эта расходимость порадовается для рекурсивных вещей, нам придется добавить немножко дополнительного образа. Ну и что еще? Обычно с этого начинают, когда говорят про типы, но я последний вопрос ставлю. Типы позволяют отловить некоторые простые ошибки. Это, конечно, не значит, что типы позволяют отловить все ошибки, но чем более богатая система типов, тем больше ошибок может отловить компилятор, используя ту информацию, которая у нас в типах присутствует. Ну и здесь важно остановиться, потому что можно сделать такие системы типов, где очень много ошибок будет отловлено, но это очень сложные системы типов, и в них программировать не очень легко. Здесь нужна, конечно, некоторая золотая средина между пустотой системы типов и мощностью. Ну давайте обсудим, какие термины вводят обычно, когда говорят про системы типов. Значит, есть один аспект. Это статические типы или динамические типы. Статические типы – это те типы, которые проверяются во время компиляции. Динамические системы типов противоположности от Moani. Все проверки относятся во время исполнения, в рам тайме. Ну, говоря про язык, который мы будем работать, но потом про Haskell, я могу сказать, что это статически типизированный язык, то есть вся типовая информация, она присутствует только в дизайне тайме, в рам тайме практически никакой типовой информации нет. Следующая дарактеристика, по которой могут быть классифицированы системы типов, это типы бывают явные или неявные. Значит, явная система типов – это такая система типов, где мы должны писать типовую информацию во многих местах. И наоборот, неявные системы типов – это те системы типов, в которых типовая информация выводится из структуры выражения, а типы мы либо вообще не пишем, либо пишем в очень редких местах. Ну, ясно, что большинство таких систем типов, которые присутствуют в языках программирования, они сочетают в себе и то, и другое. Ни в одном языке программирования мы не пишем типов всюду, около каждого выражения. Но, с другой стороны, в некоторых языках мы пишем много типовой информации, а в некоторых – много. Вот Хаскель – он неявно типизированный язык, то есть мы там можем практически не писать никакую информацию, хотя это статически типизированный язык с мощной развитой системой типов. Но мы это чуть позже увидим. Ну и, наконец, есть еще одно деление, оно не такое четкое, как два предыдущих, это так называемые сильные или слабые системы типов. В сильной системе типов каждое выражение типизировано однозначным и точным, неявных приведений между типами практически нет в процессе вычисления. Ну, а слабые системы типов – это те системы типов, которые допускают приведения. Ну, вот пример слабой системы у некоторых языков таких типов скриптов. Вы вполне можете написать вот такую вот конструкцию. Х – это 5, у – это строка 37, и дальше вы складываете х плюс у – и что-то получаете. То есть здесь по каким-то правилам происходит приведение. Ясно, что нельзя число складывать со строкой, но язык сам интерпретирует и говорит, а, тут число, а там строка похожая на число, ну-ка сделаю я здесь число. Или наоборот, скажете, сделаю здесь строку. Вот как конкретные системы типов интерпретируют непонятно, но есть языки, которые, дизайн которых устроен таким образом, чтобы такие ситуации обрабатывать каким-то разумным образом. Ну, на самом деле здесь разумного образа по большому счету нет, поэтому, в общем, такие слабые системы, они часто приводят к неожиданным эффектам. Ну, возможно, кто-то и сталкивается с породного эффекта в различных языках. Ну, вот теперь я уже немножко поговорил про это еще раз скажу. Откуда берутся вообще типы в императивных языках? Ну, вы помните, что в императивных языках у нас есть состояние, я считаю, что состояние это некоторая область памяти, в которых лежит информация, каким-то образом организованная, закодированная. Поэтому, естественно, некоторую область памяти, которая связана с переменами, сразу же типизировать и говорить, здесь инт лежит, а там чар лежит, а тут строка лежит. Вот из таких состояний у нас строятся системы типов императивных языков. Однако мы зайдем с другой стороны. Систему типов, которую мы сегодня будем рассматривать, она возникает не оттуда. Нашим лямбдом исчислений никаких интов и никаких чаров нет. Вместо этого у нас есть просто функции. И что мы можем анализировать и проверять? Мы можем анализировать и проверять армность функции. Сколько у нее аргументов и что это за аргументы. Вот количество аргументов функций, это будет таким главным моментом в той системе типов, которую мы сегодня будем рассматривать. Ну, вот самое главное, что есть в функциональных языках, это функция. И, соответственно, функция всегда кодируется в стрелках. То есть, функция всегда, ну, даже если вы в математике пишите, функция, это что-то, что из какой-то области определения переводит нас в какое-то умножство значений. Ну, вот, в частности, что такое тождественная функция? Это функция, которой область определения совершенно не важна, и поэтому мы можем ее сделать полиморфной, написав здесь просто произвольную альфу. Не конкретное что-то, а некоторое произвольную переменную типа. Вот как раз греческими буквами мы и будем назначать самым переменными типами. То есть, естественно, что для вот этого терма у нас его тип выглядит так. Он принимает значение некоторого типа и возвращает значение того же самого типа. То есть, вот это тип комбинатора identity. Когда мы применяем этот комбинатор к какому-то значению, но подразумевая, что у у нас имеет тип альфа, то мы получаем, что вот эта вот конструкция уже имеет тоже этот самый тип альфа. Ну, естественно, предположение о том, что у у нас имеет тип альфа. Вот как с этими предположениями работать. Смотрите, со связанными переменами все понятно, а тут у нас свободный перемен. К словам мы тоже выбираем. Ну, а в общем случае функциональный тип у нас записывается следующим образом альфа, стрелочка β. Но мы договорились использовать греческие буквы для типов. Вот самый общий вид функционального типа выглядит вот таким вот образом. Это тип функции, который принимает значение из альфа и возвращает значение из альфа. Ну, на каком-то условном языке мы можем сказать, что вот синус, например, это функция из альфа. Функция лекс, например, это функция, которая принимает, ну, некоторый контейнер, я обозвал его уже время, и возвращает значение типа int. У нас будут два подхода. Я про них уже немножко говорил. Явная система типов и неявная. Эти системы будут называться, соответственно, системой в стиле карри и система в стиле чё. Система в стиле карри – это система, в которых термы точно такие же, как в обычном расчислении. То есть, вот у нас был клянгный терм, в стиповом расчислении. И, собственно, им мы и будем приписывать типы. Система в стиле чёрча – у нас термы будут аннотированы типами. То есть, у нас будет явная система типов. Всякий раз, когда мы абстрагируемся по какой-то перемене, мы должны будем указать тип этой перемены. Это называется чёрчевская система. Мы изучим, увидим, что у них есть некоторые различия, есть некоторые исходства. Но вот у нас будут монтироваться параллельно две систематики. Ну и, наконец, давайте обсудим совсем общие вещи. С точки зрения программиста, вот такое вот утверждение говорит, что некоторая программа имеет вот такую вот частичную спецификацию. Термы имеет тип – это программа, это некоторое описание программы, некоторая информация о том, как она устроена, что она делает, чего она ожидает и что она нам вернет. Если мы скажем, что всегда была такая стрелка, то мы тем самым можем посмотреть на то, как устроена. Но есть другой подход. Это подход с точки зрения логики. Типы интерпретируются как высказывания какие-то логические, а термы интерпретируются как доказательства этого высказывания. Это довольно продуктивный подход. Например, вот такое вот высказывание. Это некоторое высказывание про позициональную логику. Но это высказывание практически, что из А следует А. То есть на стрелочку мы смотрим, как на следует. Это естественное утверждение, как вы понимаете, в логике. Но вот оказывается, что даже то лямбда исчислений, те простые типы, которые у нас появляются, они имеют некоторую явную логическую интерпретацию. А именно, те типы, которые у нас возникнут в нашей системе, они являются верными утверждениями про позициональную логику. А неверных утверждений у нас не возникнет. То есть лямбда исчислений подождает вот такую вот конструкцию. Что это глубокое соответствие, глубокая связь. Она носит название соответствия Карри и Говарда, или еще иногда говорят про изоморфизм Карри и Говарда, между вычислительными и логическими системами. То есть всякая вычислительная система, построенная над системой типов, она имеет некоторую логическую, разумную интерпретацию. Ну, я в это углубляться не буду, но, чтобы вы знали, я вам об этом сообщил. Ну, теперь, после такого введения, давайте уже перейдем к монтированию конкретной системы типов. И посмотрим, как это можно сделать. Значит, мы будем рассматривать систему, которая называется лямбда со стрелочкой. Просто типизированная лямбда исчислений, или просто simple type theory, простая теория типов. Значит, ну, первое, что нам нужно, нам нужно описать, как мы можем создавать, конструировать тип. Ну, оказывается, мы уже все написали. У нас есть индуктивно определенная конструкция, которая выглядит следующим образом. У нас, во-первых, есть переменные типы. То есть, некоторое множество, ну, бесконечное, как обычно, которое мы будем назначать букву КТ, вот такой вот двойной. И эти переменные, ну, это просто переменные. То есть, мы их никак особо не интерпретируем. Ну, единственное, что это не константы, потому что мы в некоторых ситуациях вместо них, окажется, сможем что-то подставлять. Ну, это, которую мы перейдем потом. Ну, и, наконец, у нас есть еще один конструктор для типов. Это стрелочка. Если у нас сигма и тава, это два каких-то типа, то сигма, стрелочка, стрелочка, тава, это тип функции из, ну, если говорить множество интерпретаций, из множества сигма, множество тава. Вот все, никаких других типов у нас нету. По договоренности мы будем следовать следующей. Ну, если вы помните, когда мы писали термы, мы говорили, что в нижнем регистре мы пишем настоящие перемены, а в верхнем регистре мы писали так называемые метаперемены. То есть произвольные выражения, которые допустимы в нашем исчислее. Это, из этого мы строим настоящие термы, а это мы используем просто, чтобы маркировать произвольные термы. По-разному устрою. Здесь у нас в греческом алфавите не так удобно. В греческом алфавите проблемы большие. В верхнем регистре в греческом алфавите все совпадает с латенским практически для всех букв. Поэтому мы будем придерживаться следующего соотношения этого протермования. А когда мы говорим про типы, то мы будем переменные из начала алфавита, альфа, бета, гамма, использовать в качестве настоящих переменных типов. А для того, чтобы делать метапеременные, мы будем использовать конец. Сигма, тау, ро, это у нас будут метапеременные. То есть, когда я пишу альфа, это значит, что это просто настоящий переменный тип, а это какой-то конкретный тип, когда я написал. Альфа, там, бета. То есть, это конкретный тип. А когда я написал сигма, тау, то есть здесь у меня может стоять какой-то сложный тип, и здесь какой-то сложный тип. Ну, там, например, под сигму у меня может быть альфа, стрелочка бета, стрелочка тау. Ну, вот здесь это уже раскрытая часть, как будто я здесь икс и икс написал, а здесь как будто я написал большую. То есть вот такая договоренность у нас есть о том, как мы будем писать типы. Ну и давайте поехали писать пример. Ну первое, о чем я хочу сказать, что стрелку мы рассматриваем право ассоциативно. То есть вообще типы все заключаются в скобочке, и вот это нечестный тип. Честно вот так. Ну и здесь мы тоже можем, во-первых, внешние скобки снимать, а во-вторых, мы интерпретируем стрелочку право ассоциативным образом. Ну собственно вот это нужно запомнить. Применение функции у нас слева ассоциативной, как вы помните, было до исчисления. А вот типовую стрелочку мы будем интерпретировать право ассоциативной. И это как раз связанные вещи. Ну вот первый пример. Мы просто внешние скобки можем снимать. Второй пример. Он говорит, что здесь мы все скобки можем снять. То есть в итоге мы как бы... Ну ладно, не буду пока говорить с чем это связано, потому что мы пока не умеем приписывать тип. Мы просто описываем их структуру. А вот в третьем случае мы скобки не можем снять. Вот скобочки в третьем примере у нас. Эти скобочки у нас обязательные. Ну дальше еще несколько примеров типов таких, которые у нас потом появятся. В рамках такой договоренности мы можем сразу уже вывести некоторое утверждение, заключающееся в том, что в длинной цепочке стрелочек у нас в конце мы всегда можем добраться до перемен. То есть здесь сигма-1, сигма-2 и сигма-1 это некоторые типы, которые могут быть встроены сложно, у них могут быть стрелки, и они тогда должны быть заключены в скобки. Но в общем, всякий тип на правом конце, в конце концов, имеет некоторую переменную типу. Вот это некое. Ну просто потому, что мы так скобочки имеем. Определили, мы можем снимать, снимать, снимать. Если мы смонтировали конечный тип, то у него всегда в конце здесь выйдет перемен. Тау раскрыли. Ну вот смотрите, если тау это стрелочный тип какой-то, вот здесь вот этот пример, давайте посмотрим. Ну что у нас получается? Ну дальше тау мы раскрываем. Он может быть стрелкой из сигма в какой-то ро, но вот эти скобки, которые я здесь написал, мы их можем снять, потому что у нас тип права ассоциативных. И дальше мы опять залезаем в ро, смотрим как ро устроен. Ну если ро опять там сложно устроен, мы опять раскрываем. Но поскольку у нас индуктивный процесс наш конечный, то в конце концов мы раскроем все до некоторой конструкции, у которой в самом конце стоит именно перемен. Ну хорошо, ладно, это свойство мы с вами обсудили. Теперь давайте все-таки переведем к главному. Как же типы приписывать? Ну нам очевидно нужны некоторые синтаксические правила, с помощью которых мы и будем действовать. Давайте мы эти синтаксические правила обсудим. Значит первое правило. Переменные мы можем приписать какой углобнотип. Ну естественно правильно сконструировано. С переменными все просто. Аппликация уже накладывает некоторые ограничения. Почему аппликация накладывает некоторые ограничения? Естественно к соображению. Когда у нас есть аппликация m к n, то мы естественно интерпретируем m как некоторую функцию, которая принимает значение n, и что-то нам возвращает. Просто на такой наш взгляд нам аппликация. А раз это функция, то она должна иметь некоторые стрелочные типы. Ну соответственно мы говорим, что тип этого выражения m имеет тип σ τ. Ну дальше мы говорим, что m ожидает аргумента типа σ. Это у нас аргумент, это возвращаемое значение. Соответственно, что у нас, какие ограничения на n у нас накладываются? m должно иметь тот же самый тип. То есть m должно иметь тип σ. То есть вот эти два соображения вместе дают нам еще и некоторый результат. Если m имеет тип σ, а m имеет тип σ, то мы можем это просто записать в виде формального правила, правила вывода, что вот из этих двух финансов, m имеет тип σ, тогда мы говорим, что аппликация m к n должна иметь тип, ну как бы вычисление выполненного функции m перед аргументом. То есть вот это совершенно естественный способ типизировать аппликацию. Ну вот там показаны несколько примеров, примеры типизации, я думаю, что они не вызывают никаких проблем. Если мы предполагаем, что xα, y это α, β, то мы можем применить к y к x, то есть это законное действие. А x к y не можем применить, это незаконное действие. То есть мы, если в исходном данном числе мы могли приписывать, строить выражение как угодно, то теперь после того, как мы ввели тип, у нас уже возникает некоторая дисциплина. То есть не все что угодно, к чему угодно мы можем применить. Ну, например, после того, как y к x у нас имеет тип b, мы можем добавить z, но z нужно уже приписать подходящий тип, если мы хотим, конечно, чтобы наше выражение для z, примененное к y, примененное к x, такое там применение написано, было бы типизировано. Ну, вот давайте теперь обсудим в тех же самых терминах. x у нас имеет тип α, y имеет тип α, β, и я хочу сконструировать вот такую вот конструкцию, x, y, x. А, нет, не его я, это все не должно быть, я хочу просто типизировать вот такую вот конструкцию и сказать, хочу, чтобы это все имело тип гаун. То есть я решаю некоторую обратную задачу. У меня есть некоторая цепочка аппликаций, и я пытаюсь потребовать, чтобы эта цепочка аппликаций имела тип гаун. Что я должен сказать здесь про x и y? Ну, давайте будем рассуждать. Смотрим сначала на x. x у нас присутствует дважды. Ну, здесь у нас на x ничего не накладывается, пока мы ничего про x не сказали. Поэтому здесь x может быть какой угодно. Но здесь x у меня стоит в аппликации в качестве левого аппликана, значит, он должен иметь стрелочный тип. Значит, соответственно, я пишу, что x у меня имеет тип из какой-то альфа пока, то есть, ну, даже я не знаю, альфа не хорошо здесь писать, вдруг нам здесь тоже стрелочный тип потребуется. x имеет тип из какого-то сигма, и теперь x, после примененной к своему аргументу, он имеет тип гаун. Значит, здесь у меня должна быть гаун. Ну, в результате применения x-луб, он поправился. Хорошо, ладно, мы имеем такой тип, теперь мы можем возвратиться к y. То есть, x здесь и здесь x, это один и тот же x, как мы понимаем, поэтому он должен иметь один и тот же тип. Значит, теперь мы должны вернуться к y. Какой же тип имеет y? Он тоже вот здесь, в этой части, у нас имеется аппликативная структура. То есть, у нас имеется y, примененный к x. y это функция, которая ожидает аргумента какого? Того же самого, который x имеет тип. Значит, аргумент y это вот такой вот сигма, стрелочка, да. Но это еще не все, y сам по себе стрелочный, он ждет, поскольку вот здесь у нас x. А что он должен возвращать? Сигму. Он должен возвращать сигму. Почему? Потому что он, результат этого применения, потом передается в качестве аргумента x. Значит, он должен возвращать сигму. Ну вот, все. Теперь мы можем сказать, что, конечно, сигма это была некоторая переменная, вдруг нам ее пришлось еще дальше раскрывать. Теперь мы можем сказать, что нет, здесь нам метапеременная не нужна, мы можем написать здесь любую переменную, которую хотим. Ну, можно и сигму оставить, в общем, это ничего страшного. Но можем сказать, что это какая-нибудь. Дай. Мы договорились, что сигма у нас метапеременная, но здесь подойдет любая переменная. То есть, вот я некоторым образом типизировал это выражение. То есть, сама по себе аппликативная структура накладывает на те выражения, которые у нас внутри имеются, некоторый набор ограничений. Мы эти ограничения разобрали, и вот такого рода типизация для x и y удовлетворяет этим ограничениям. То есть, она подваживает то, что нам нужно. Ну, хорошо, ладно, разобрались с этим. Поехали дальше. Это была аппликация. У нас еще в лямбе исчислений, переменные аппликации разобрали, теперь у нас еще в лямбе исчислений есть абстракция. Ну, что такое абстракция? С абстракцией, вообще, все понятно. Терм n у нас может быть произвольный, и он может иметь произвольный тип. Ну, давайте скажем, что он имеет тип tau. Что мы делаем, когда мы приписываем лямбу? Мы из терма делаем функцию. Ну, а что это означает? Означает, что лямбда x точка m у нас будет иметь какой тип? Она ожидает некоторого аргумента. Ну, и к сумме мы можем приписать какой-то тип сигма. И вот здесь вопрос в том, должно ли писать сигму или не должно. Где мы ее должны писать? Вот, ну, я пока подпишу, вот здесь вот сигма. Теперь сигма, ну, в качестве степени. Ну, а что она должна возвращать? Она возвращает tau. Ну, действительно, после того, как мы передадим сюда какое-то значение типа сигма, у нас произойдет б-тредукция, и останется терм n, ну, с подставным значением, которое будет иметь тип tau. То есть вот, собственно, ну, да, первый пункт, там и дмит. Так и дмит. Ну, вот, скажем, исходя из, стартуя с того, что x имеет тип альфа, например, мы можем теперь написать, что лямбда x точка x какой тип иметь? Ну, поскольку x имеет тип альфа, и аргумент ожидается здесь альфа, то мы, естественно, пишем альфа в стрелочках альфа. То есть вот теперь мы получили то же самое, что мы говорили сначала, но уже по некоторому правилу экспизации, правило, как дипендировать лямбда. Но мы потом его в таком же виде запишем, чуть-чуть форже, пока я просто хочу, чтобы все. Ну, вот, а могли стартовать с x, имеющий тип бета, а могли стартовать с x, имеющий тип альфа, стрелочка альфа. Какой тогда тип будет иметь вот это вот самое лямбда? Если x у нас альфа, стрелочка альфа. Ну, да, она принимает аргумент типа альфа, стрелочка альфа, и возвращает альфа, стрелочка альфа. Ну, я мог бы здесь поставить скобки, но справа скобки не нужны, поэтому мы можем этому выражению приписать и такой тип, и такой тип. Мы можем писать, чем более сложный тип мы приписываем x, тем более сложно получиться. То есть вот в системах типа карри, где мы не аннотируем никак терм, мы можем приписать одному и тому же термам целый спектр разных типов. Ну, порядка, что бесконечный. Но мы можем работать в системе типа черча. В системе типа черча мы должны явно указать в терме, какой тип имеет переменная, по которой мы абстрагируемся. Вот в системе типа черча терм уже содержит некоторую типовую информацию, то есть мы пишем ламп дx альфа точка x. Ну, на скобки здесь не обязательно, совершенно не так. И вот теперь вот этот терм имеет альфа, стрелочка альфа. А здесь у нас будет другой тип. И ксу приписана другая типовая информация. Вот такой вот терм у нас будет уже иметь, ну, вот тот тип, который там написано. То есть здесь у нас однозначно фиксируется тип аргумента, и, соответственно, мы дальше тип функции, ну, выводятся, если мы знаем, конечно, тип тела. То есть вот эта разница между стилями карри и черча. Ну, я, кстати, разные синтаксисы использовал. Можно там приписывать переменные внутри абстракции тип с помощью двоеточек, как стандартно принято. Это один способ записи. Другой способ записи приписывать в виде степени. Так немножко удобнее, потому что меньше места тратится. Ну, и структура получается более такая красивая. Ну, то есть в простых случаях можно и так писать. Но вообще лучше черча системы. Ну, вот давайте вернемся к нашему предыдущему примеру. У нас, помните, у нас был терм икс, икс. Вот такой вот. Дальше есть предложение типизировать, сделать из него комбинатор, то есть абстрагироваться по иксу и по иксу, и типизировать его по черчу. Чтобы типизировать по черчу, нам нужно сначала указать тип переменных. Но переменным мы уже не можем указать произвольный тип, потому что у нас внутри в теле этой лямбда-абстракции есть некоторая аппликативная структура, икс-приминеновная к иксу, которую мы уже разобрали вот здесь. Поэтому давайте мы так и сделаем. Итак, что у нас есть? У нас есть лямбда икс, иксу мы сказали, какой тип мы должны приписать? Дэта гамма. Ну, с точностью до буквок, конечно. Ну, предположим, такое. Значит, иксу приписываем, дэта стрелочка, гамма. Дальше иксу, в какой тип мы приписываем? Дэта стрелочка, гамма. Стрелочка, дэта. Все, лямбда закончилась. То есть у нас функция двух переменных, икса и иксу, возникла. Ну, дальше тело. Икс, примененный к иксу, к иксу. Ну, вот все. После того, как мы... Здесь мы выяснили, какие типы переменные должны иметь. Здесь мы их использовали, и теперь мы можем написать тип всего выражения. То есть мы еще просто построили терм. Это обычный терм в стиле черча. А теперь мы должны его типизировать. То есть приписать ему некоторый тип. Как этот тип будет устроен? Гамма. Что это такое за штука? Она начинается с лямбда и икс, правда? Значит, если что-то начинается с лямбда и икс, значит, мы должны тип этого икса написать спереди. То есть, во-первых, у нас здесь пишется дельта, стрелочка, гамма. Это тип икса. И функция, которая что-то возвращает. А что она возвращает? Она возвращает вот этот тип. То есть тип вот этого. Теперь мы должны тип этого выражения написать. Что мы там должны написать? Это опять лямбда? Значит, она как разбирается? Всякий раз лямбда, если у нас есть лямбда икс, то первое, что у нас есть, лямбда икс, это функция. Значит, мы должны написать тип аргумента этой функции. А тип аргумента у этой функции вот такой. Вот поэтому мы пишем дельта, стрелочка, гамма, стрелочка, дельта. Теперь мы переходим сюда. Все, мы абстракцию разобрали. Теперь нам нужно написать тип вот этого выражения. Ну, тип этого выражения мы знаем. Мы с него начинали, мы потребовали, чтобы он был гаммбой. Поэтому эта функция возвращает нам гамму. Это там же скобочки неправильно. Там внутри должны быть скобочки из дельта следует гамму. Ой-ой, да-да-да, спасибо, я уж тут спасибо большое. Вот так вот. Да, конечно, я просто... Все верно. Там мы должны в точности написать тот тип, который мы писали. Ну вот, в общем, вот такой вот тип у этого выражения. А дальше, помните, что скобки у нас право ассоциативны. Поэтому на самом деле вот эти скобочки лишние. Теперь посмотрите, как читать весь этот ужас. То есть я вижу, что некоторые люди сейчас сидят и смотрят. Такие, кошмар, что это? Давайте будем с этим разбираться. Смотрите, что у меня произошло. Я смотрю на это все, как на некоторую конструкцию. И вижу, что на верхнем уровне у меня... Помните, я писал, любой тип может быть записан так. Сигма-1, стрелочка сигма-2 и так далее. Стрелочка сигма-n. И в конце концов переменная. То есть на самом деле мы видим, что здесь у нас структура точно такая же. Вот у нас сигма-1, сигма-2 и в конце переменная. И эта структура не случайна. Смотрите, сколько лент у нас там спереди было. Это функция двух переменных. Вот что мы конструировали. И здесь мы видим, да, что вот здесь вот как раз типы двух аргументов этой функции. То есть мы должны смотреть... Сначала синтаксический разбор сделает такой. Вот посмотреть, сколько здесь аргументов сказать. Да, это функция двух переменных. Если я вам три лямбда приписал, мне пришлось бы здесь три написать лямбда. Ну, просто поправить и писать цель лямбда. То есть здесь у меня вот это, а m имеет тип Тау. Но дальше, если m имеет внутри... Если m это лямбда, значит Тау у меня сам по себе внутри сойдет в некоторую стрелочку. Вот это я бы сбираю, ну и так далее. Ну ладно, это была некоторая практика, из которой мы кое-что увидели. Давайте поедем дальше. Видите зеленое здесь? Да, вот это вот зеленым обозначаются необязательные скупки, которые можно писать, а можно не писать. Давайте посмотрим. У нас правила ассоциативности для типов, как вы помните, были вправо. Стрелочка ассоциативна вправо. Апликации влево, а абстракции наоборот вправо. Все это на самом деле согласовано с друг с другом и работает совместно. Вот если мы напишем, например, терм F, который вы написан там спереди. Ну, мы предполагаем, что у нас термы все, кроме F, имеют простые типы. Вот они, видите, там предположение, что m имеет тип альфа, m имеет тип бета, p имеет тип гамма, а q имеет тип рог. Это некоторые наши предположения. И дальше я беру вот такой вот некоторый терм F, который имеет тип альфа, стрелочка бета, стрелочка гамма, стрелочка дельта. Ну, тогда что получается? Могу я применить F к m? Да, могу, потому что m у нас имеет тип альфа, а F именно таков, видите, зеленые скобки, если поставить, он из альфа куда-то. Ну, значит, могу применить. Соответственно, применяю, и у меня альфа пропадает, F, примененный к m, и F, примененный к m, уже имеет тип функции двух переменных. F, кстати, это функция трех переменных, это мы сразу из типа виды. Альфа, бета, гамма, это значит, что F может принимать до трех переменных. Принял первый аргумент, m стал функцией двух переменных. Мы можем применить это потом еще к произвольному терму типа бета. У нас такой терм есть, m, но вот мы его применяем, получаем F, примененный к m, примененный к m. Ну, соответственно, когда мы применили к m, по правилам аппликации у нас опять одна стрелочка здесь откусилась, и осталась гамма d. Ну, и в конце концов, мы можем результат применить к некоторому терму типа гамма, у нас такой терм тоже есть. И в итоге сказать, что F полностью применена как функция, она съела все три своих аргумента, которые ожидала, и, значит, получившийся терм имеет какой тип? Тот, который в типе функции F написан на самом последнем месте, то есть тип возвращаемого значения функции F. Ну, в обратную сторону тоже верно. А если у меня Q имеет тип ро, то когда мы абстрагируемся по некоторой переменной y, типа tau, то результат у нас становится tau стрелочка ru. Если мы абстрагируемся еще раз, у меня еще она расставит слева стрелочка. Ну, вот вы видите, что необязательные скобки, они ровно как раз этот процесс и описывают. То есть, вот такой процесс, либо с помощью лямда абстрагирования построения функций большего числа переменной, либо с помощью аппликации, наоборот, использования каких-то аргументов функций. Вот эти все процессы, они не требуют никаких скобок, они без скобочных у нас. И они как раз описывают естественную работу с функцией. То есть, мы все эти лишние скобки здесь выкинули. Но это некоторые такие базовые вещи, которые нужно хорошо понимать, чтобы читать дальше все остальное. Вот дальше мы уже вчитываемся в структуру аргументов. Это более сложный момент, но простой момент, когда вы разбираете синтаксически нечто написано, это, конечно, глядя на тип, посмотреть на его структуру, тип функции, скольких аргументов она описывает. Раз, два, вот здесь у нас есть. Ну, а дальше мы уже говорим, что это за аргументы. Тут оказывается функция, а здесь функция высшего порядка, так называемая. Функция, которая ожидает в качестве аргумента функцию, называется функция высшего порядка. Это такой термин, который у нас есть. Ну, хорошо. Теперь, после того, как мы обсудили неформально все это, мы теперь обешем полностью формально все, что у нас имеется. Или перерывочки. Давайте перерыв сделаем, на самое время сделал перерыв, неформально и неформально. Если вопросы есть какие-то, пожалуйста, задавайте. Я просто проделал. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Единственное, что я могу сказать, что там в конце вы будете получать оценку, если вам будет не хватать минуток, то вы можете на последнее занятие, у нас будет посвящено добору 5-7 баллов, то есть вы приходите, решаете какие-то задачи. По курсу за счет или нет? За счет, ну он, не знаю, дифференцированный, то есть у нас результат дифференцированный, 5-4-3, соответственно, ну так, чтобы вы ориентировались, я это вроде не объявлял еще, значит, ну процентов 60, ну может быть 50-60 я пока еще не решил, это тройка, процентов 75 это четверка, 90 процентов это пятерка, то есть не нужно там все вообще идеально сдавать, ну вообще держаться, отличник должен держаться на уровне 20 процентов, ну соответственно, где-то что-то недобрали, значит, что-то следующее. Ну, понимаете, у меня автоматическая система, она как бы, я там кручусь непроверенные домашние задания, кручусь, просто у меня руки не доходят, я не успел рассмотреть. Хорошо, я посмотрю у всех. Кто послал чего? У нас есть выражение, в котором, возможно, есть x. Но у него есть некоторый тип. А дальше мы абстрагируемся по нему. Явно мы говорим, что это функция от x. Но если об имела тип tau, то не могут быть стрелочками. Но мы абстрагируемся и получаем тип сигма. Задали функцию, значит, она стала встать. У нас все есть. Мы всему прицепили тип. Я начал с того, что переменную прицепляется тип. Но перемены можно присылать вообще какой угодно тип. Типизировано все. Все выражения имеют тип. В принципе тип писатель не работает. То есть мы можем не писать, либо не писать. Вообще говоря, самое замечательное во всей этой науке, что вот здесь типы вводятся автоматически. Вы можете вообще написать терм, то есть мы можем не пустимизировать, либо как называется система терминогрета, либо просто алгоритм. Мы придем. Потом мы начнем. Некоторые знания. Ни каких типов не бежим. А дальше мы присылаем перемены, и начинаем с сильными направлениями. И мы с вами можем из-за того, что это посещает. Что мы будем потом ? Да, понимаешь, сказание. Это поддержка довольно сложно. Слово, как долги поддавал? 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 Нет, скажите мне нормально. Так, ну понятно. Начинаем с 2 марта. Ну, мог он больше еще? Ну, серьезно. Он до сих пор приходит, а прокосатый подсказывает. А у вас? Я так не знаю. Ну, сейчас у нас нет. А так? Да. Сейчас. Да. Да. Что вы рассказываете? Он не слушает, значит, у нас. Там же тоже. Не имеет свой приз самодат. Да. Это то, что наш армей. Это то, что наш идиот вообще нет. А, да. Ну, он сказал, что за сетей у него сколько? Да. Доллар уже. Где у него все деньги? Сколько валюций? Ну, правильно. Компьютерсайм. Не знаю. В смысле? Да, денежная валюция. Если не есть. Вообще все банки или валюции? Ну, естественно. Ну, там может есть, наверное, открытие. Да, конечно. А сейчас выписывают самый шнурник, прикладывающий. Все, наверное, в том числе. Вся эта голова такая вавситительница. Я здесь, пора, с ним еще миллиарды. Иди, мы скоро… Доллары и рублей. Единственное. Только это по курсу 3 доллара, да? Я снимаю. Путь к съемку придет, да? А? Идет к съемку? Да. Значит, ты им комплименты шоколадный. Попадешь в историю. Пополос, ты же не застанешься. У меня был на своих моих домах. Да? Ну вот я вырежу просто. Селёга, что было после обеда? Я ушел. Я забыл, что тебе не важно. Тебе же он сказал прийти. Ну я пришел и никого не было и ушел. А вообще никого не было? Да, там шесть человек осталось. Я снимал. Ох, так хорошо. Ходишь вечером на паре, потом делаешь что-нибудь. Спать задаваешься. Посыпаешься вот так. Значит, как существует? Если у тебя все еще нет, потому что пары. А, то даешься. Пару. То есть вот такая вот нейтрозная экономика. Это безменно. Ты подумаешь об этом не может быть. Сходи, послушай. Сходи. 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 Так. Ну что, продолжаем. Присаживайтесь. Ну, теперь мы формально точно опишем все те правила, которые нам нужны. И еще раз формализм мы пишем не для того, чтобы просто продемонстрировать свое умение описать формализм. Нам нужно это все вам нужно будет программировать потом в качестве некоторого финального задания. И для того, чтобы все это программировать нам нужно удобнее записать все это в виде набора формальных правил, которые мы потом перенесем в код. Пока это все некоторые слова и не очень понятно, как все делать. А когда все это записано в виде последовательности формализованных действий, то тогда все становится более понятным. Как нам все это помогло. Поэтому давайте писать все по-новому. Итак, мы сейчас вводим первое определение. А мы теперь говорим не про термы, а про так называемые предтермы. Мы говорим сейчас про систему кария, но тем не менее то, что мы раньше называли термы, теперь будет называться предтермом. Почему они зовутся предтермом? Потому что некоторым термом мы сможем приписать тип, а некоторым термом, как окажется, мы тип приписать не сможем. То есть сама структура такова, что она нашей системой типов не прокрывается. Эти термы, мы про них скажем, что они плохо типизированы, они не термы. А вот те, которые хорошо типизированы, те мы будем называть уже термом. Ну вот сейчас эти самые применения, мы чуть позже увидим, что мы не сможем типизировать в нашей системе. Поэтому и рекомбинатор тоже не сможет типизировать в нашей системе. Ну, пока это я просто пояснил, почему он называется предтермо или псевдотермо. Ну, а строятся они ровно так же, как и раньше. То есть все те же самые лямбдотермо. Либо переменная, либо аппликация, либо абстракция. То есть это в точности термосистемы типа кари, это в точности термосистемы типа кари, это в точности термосистемового лямбдотермо. Ну, мы сразу параллельно монтируем две системы типов. Теперь мы говорим про черча. Красным отмечены отличия от предыдущего слайда. Здесь у нас типы появляются уже на уровне монтирования термоса. И появляются они в единственном месте. Переменные по-прежнему произвольные. Аппликация тоже по-прежнему не отличается от предыдущего случая. А вот третья, абстракция, она требует еще, когда мы абстрагируемся, указывать тип той переменной, по которой мы абстрагируемся. Все соглашения о скупках, об ассоциативности, обо всем остальном, они точно такие же, как в системе обычной, в обычной лямбдобольшой системе. Ну, вот здесь есть такие вещи. Итак, термы у нас есть. С термами все понятно. Следующее, что нам нужно в рамках формализма. Да, ну давайте примеры предтермов. Посмотрим. Ну, первое, это комбинатор К. Второе, это комбинатор какой? Б. Б, правильно. А третье? Омега маленькая. Она нарисована красным, потому что потом окажется, что это не настоящий терм. Это предтерм, который термом не скажет. Хорошо, теперь в черчевской системе. Вот черчевская система, она гораздо более такая, требует больше писанин. Мы опять пишем те же самые комбинаторы. Ну, вот сначала комбинатор К. Но теперь в комбинаторе К мы должны зафиксировать, зафиксировать типы для переменных. Ну, здесь мы пишем просто какие-то альфа и бета. Ну, ничего другого не умею пока. Но на самом деле потом сможем писать здесь и более сложные предложения. То есть, мы пока структуру типов не надо, поэтому и альфа. Но там можно писать произвольный тип. Как вы помните, переменные мы можем приписывать произвольный тип. Ну, вот я сначала два раза по-разному типизировал комбинатор, который зовется у нас К. Вы видите, что К можно типизировать вот так вот, как в первом случае. А могу К типизировать по-другому. Первое, в некотором смысле, более полиморфно. Ну, я еще не вводил термо полиморфизма, пока не буду. Но тем не менее. В первом случае у меня Х и У имеют разные произвольные типы. А в втором случае я написал, что они имеют одинаковый тип. Ну, в общем, мы потом увидим, для чего нам это нужно будет. Следующая. Попытка типизировать комбинатор В. Я нарисовал ее красным, потому что это попытка неудачная. Если я припишу вот так вот переменные, то это будет неправильно. Почему? У меня у терма есть аппликативная структура, как вы видите, F примененная к G, примененному к SU. Соответственно, F должны иметь стрелочный тип. А у нас F имеет не стрелочный тип, а переменные. Поэтому это предтерм, который тоже не будет термом. Просто потому что я неправильно написал, а неправильно написал, а типизировал переменные. То есть не всякий тип можно переменной приписывать, если переменная где-то используется. Вот, это некоторая мораль. Ну и, наконец, в последнем случае я попытался типизировать в системе Чорча, приписать тип переменной X в омега-маленькое комбинаторе. Но это, на самом деле, неудачная попытка, это видно из аппликативной структуры. И X используется как функция, значит, она должна иметь стрелочный тип. А у меня здесь тип не стрелочный. Но и никакие другие попытки тут не пройдут. То есть тут X ничего приписать нельзя будет. А в предыдущей строчке можно будет, если мы аккуратно подпишем там места альфа, бета и гамма, напишем некоторые стрелочные типы, потом все будет хорошо. Ну ладно, это были просто примеры. Теперь следующий ключевой момент мы вводим здесь формально вот это вот самое двоеточие. В системе Кариевской утверждение атипизации имеет следующий вид. Слева терм, справа тип. Ну иногда говорят про tau предикат, а про m субъект утверждения. Но вот это вот выражение, оно называется утверждение атипизации. Ну если уж совсем быть формалистом, мы скажем, что двоеточие задает нам некоторый бинарный предикат. Причем слева у нас стоит элемент из множества термов, а справа элемент из множества типов. Ну это такой совсем формальный подход, мы не будем использовать. Для черчевской системы все то же самое. Единственное, что лямбда нужно заменить на лямбда t. То есть термы у нас берутся из множества аннотированных термов. То есть и у Кариев и у Черчев все одинаково. Ну вот у нас утверждение атипизации. Здесь есть несколько примеров, не знаю даже нужно ли на них останавливаться. Ну пробежимся быстренько. Значит вот в Кариев и Угверждение атипизации такое. ID, identity комбинатору i можно приписать типа альфа, стрелочка альфа, но можно приписать ему любой другой тип. Это законные приписывания. Правда пока не знаю законные или незаконные, но здесь все законно. В системе Черчев у нас такой воли нет. То есть в некотором смысле тип у нас единственный в системе Черчев. После того как мы зафиксировали тип переменной атип, тип всего комбинатора ID уже тип переменной айф зафиксировали, тип всего комбинатора однозначно устанавливается. Ну последняя строчка это типизация комбинатора, который зовется К. Понятно с этим примером. Вот это утверждение атипизации. Дальше нам понадобится утверждение атипизации переменной. Они имеют собственное название, они зовутся объявлением. Ну, кстати, это в общем похоже на язык, скажем, C++, который вы знаете. Правда у вас в заголовочном файле тоже присутствует объявление. Идентификатор имя функции и ее тип. Так что вот это называется объявление. Мы просто говорим, что некоторому идентификатору, ну в нашем случае переменной, мы присваиваем некоторый тип. Ну вот это называется объявление. Ну вот примеры объявлений. Первые два идентификатора имеют не стрелочный тип, то есть просто какие-то переменные. Вторые идентификаторы F имеют стрелочный тип, а идентификатор G имеет стрелочный тип до еще и высшего порядка. То есть уже принимает один аргумент типа функции и возвращает на второе значение. Вот теперь еще одно важное понятие, без которого при построении систем типов не обойтись. Понятие контекста. Сейчас я поясню, для чего нужен контекст. Дело в том, что у нас термы могут иметь свободные переменные. Мы до сих пор работали с комбинаторами, с замкнутыми термами. Это значит, что каждая переменная, которую мы использовали, мы по ней где-то абстрадировались. Но у нас терм может содержать вот такой вот терм. Он содержит одну связанную перемену, а вот эта переменная свободная. Нам где-то надо сказать о типе свободный перемен. И вот как раз для этих целей у нас и будут использоваться контексты. Ну вообще формально контекст определен шире. Про него просто говорится, что это множество объявлений с различными переменными в качестве субъекта. То есть у нас есть некоторый набор переменных, в котором мы говорим, что у них имеется вот такой вот тип. Иногда говорят про контекст, говорят как про базис или как про окружение. Ну если проводить аналог опять же C++, который у меня дает, это просто контекст, это просто заголовочный файл. То есть там объявлены какие-то идентификаторы и указаны их типы. Соответственно реализация для нас не важна, но идентификаторы объявлены. И когда мы пишем included заголовочный файл, то что мы делаем? Мы как бы говорим, что ты этими идентификаторами можешь пользоваться, но соответствующими типами. Ну вот как бы здесь мы говорим, это контекст. Он позволяет все свободные переменные темы, которые нас интересует описать, а все связанные уже будут типизированы в рамках механизма связанных. Ну иногда фигурные скобки убирают. Над контекстами есть одна простая операция, операция расширения. То есть вот мы видим, что у нас есть контекст гамма. Мы можем объявить контекст, который говорит, что у нас есть контекст гамма, и в него добавлять еще какую-то переменную с каким-то типом. Вот есть операция расширения контекста, для которой используется просто запятание. То есть любой контекст мы можем строить так. Мы можем начинать с пустого контекста. Это кстати тоже валидный контекст, пустой контекст. И дальше с помощью операторного расширения добавлять в него нужный набор переменных. То есть вот контексты мы можем строить именно таким образом. В нашей простой системе типов можно строить контекст просто как на множество. Единственное требование, кого мы накладываем, заключается в том, что все переменные в контексте должны быть различными. Ну там про это сказано, я хочу сейчас еще раз это подчеркнуть. Ну действительно, опять же возвращаясь к моей аналогии C++, в заголовочном файле мы не можем объявить один и тот же модификатор с разными типами. Правда? Ну просто потому что непонятно как его испортить. Ну вот собственно и здесь мы тоже самое как правильно. Попеременные все должны быть. Ну вот теперь мы можем уже наконец написать правила типизации. Если до этого мы работали в общем в пустом контексте просто по той причине, что у нас все были комбинаторы, у нас не было свободных переменных, то теперь нам нужно еще использовать контекст. То есть утверждение типизации, честно говоря, в контексте гамма терм M имеет тип Тау. Вот это вот полноценное утверждение типизации. И помимо собственно введения такого обозначения мы пишем правила типизации. Мы их уже обсуждали, но теперь мы вот официально их вводим. Во-первых, для того, чтобы утверждать, что X имеет тип, какой-то тип переменной имеет какой-то тип, мы должны иметь эту переменную в контексте с таким типом. То есть вот если у меня есть контекст, X имеет тип Y, имеет тип Тау, то в этом контексте мы можем утверждать, что X имеет тип Си. Ну это какое-то очень простое, это очень простая штука. Все типизации переменных должны быть описаны в контексте. И только из контекста мы можем брать типизацию. Это некоторое хранилище типизации переменных. В пустом контексте мы не можем утверждать, что X имеет тип Си. Это неправда. Ну, обычно, когда пустой контекст, здесь просто ничего не пишут, и начинается вот с этого значка. Это неправда. Так называется. Дальше, следующее правило. Следующее правило говорит нам, как типизировать аппликацию. Она говорит, что если в контексте, из контекста гамма можно вывести типизацию, что M имеет тип Си, стрелочка Тау, и если из этого же контекста можно вывести, что M имеет тип Си, тогда мы можем утверждать, что в этом контексте аппликация имеет тип Тау. Ну, собственно, мы с вами обсуждали это правило, которое совершенно естественно. Сейчас мы единственное, что сделаем, мы добавили контекст. Но контекст здесь особой роли не играет. То есть контекст здесь не меняется в этом правиле. То есть, в общем, если мы смогли что-то типизировать в контексте, то мы можем и аппликацию типизировать, если оба аппликанда подходящим оба звука в контексте типизируются. А вот третье правило, оно немножко хитрее. Оно говорит, что если в некотором контексте гамма расширенным утверждением о том, что X имеет тип Си, мы можем утверждать, что M имеет тип Тау, тогда в контексте гаммы без этого утверждения, то есть в контексте нас сужается, мы можем утверждать, что λx.M имеет тип Си, то есть вот с помощью этих трех простых правил, смысл которых мы уже с вами обсудили, мы можем строить типы. В сиолеон доисчисления типизируется простая система типов в стиле калий, строится именно таким образом. И дальше мы теперь можем перейти от понятия предтерма к понятию терма. А именно, если существует такой контекст, в котором мы можем вывести, что терм M имеет тип Тау, то тогда мы говорим, что M это терм. То есть если у нас задан терм, мы должны указать контекст, в котором мы типизируем, и само Тау. Ну и тогда, говорят, допустимый терм. Ну вот, это в общем некоторые правила. Это для системы Кари. Правило для системы Чорчевской? А, нет. Ну вот здесь, да. Ну вот, да, давайте пример приведем. Давайте скажем, Кари изучаем. Давайте приведем теперь пример. Правила часто записывают в виде вот таких правил вывода. У нас есть базовая аксиома. которая говорит, что все переменные, которые мы используем, то есть если терм переменная, то мы должны, он должен присутствовать в контексте. Ну и дальше мы говорим, как типизировать аппликацию и как типизировать абстракцию. Если посмотреть на это с точки зрения правил введения и удаления, которые, возможно, знаете из логики, то вы можете обнаружить, что правило типизации аппликации это на самом деле не что иное, как правило удаления стрелочки. Поэтому его иногда так называют. Эллиминация стрелочки. Какое правило в логике существует, назовется «могу спонус», если вы знаете. Ну а второе, а третье правило последнее. Это правило введения стрелочки. У нас стрелочки не было, она теперь у нас ввелась. Но это правило тоже в логике есть, но я уж не буду там обновляться. Это называется лямба-адедукция. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, как же нам с помощью этих правил осуществлять вывод. Оказывается, мы можем осуществлять вывод типов с помощью деревьев вывода. Мы должны стартовать с правильного контекста, единственное что. Вот сейчас мы хотим типизировать комбинатор, который… А, нет, это не комбинатор К. Прошу. Или… А, комбинатор К, а нет, комбинатор К. Что мне нужно сделать? Мне нужно стартовать с некоторого… Мне нужно типизировать x сначала, а потом два раза произвести абстракцию. Ну, значит, я должен что, предположить, что x у нас какой-то тип имеет? Мне и про y что-то надо предположить. Поэтому я придумал вот такой вот контекст. Это на самом деле единственное, что нужно придумать. А если идти снизу вверх, то и придумывать ничего не надо по этим правилам. То есть вот я говорю, что есть у меня контекст, состоящий из того, что x имеет тип альфа, а y имеет тип b. В этом контексте по аксиоме я могу вывести, что x имеет тип альфа. А дальше я просто пользуюсь правилами. Смотрите, у меня есть правило введения стрелочки. И я этим правилом пользуюсь, абстрагируясь по y. Если у меня в некотором контексте расширенном утверждении, что y имеет тип бета, x имеет тип альфа, то я могу по третьему правилу абстрагироваться по y. И lambda y.x у меня будет иметь тип b стрелочка альфа. Ну, следующее. Потом я опять применяю это правило еще раз. Абстрагируясь теперь по x. Ну и, соответственно, получаю некоторый тип в пустом контексте. Вот как все выглядит в системе к. Теперь давайте перейдем к системе черчиха. Красным выделено отличие от правил вывода тип в системе черчиха. Ну, оно такое. Видите, где красный у нас есть в стрелочке? Да, мы должны всего лишь аннотировать в lambda абстракции x некоторым типом. Вот, собственно, и все. Ну, теперь мы этот вывод немножко проще, потому что здесь мы можем сразу написать контекст. Если у нас есть вот такой вот терм, то мы говорим, что в базовом контексте x должно иметь тип альфа, а x должно иметь тип b. А если там мы должны были это придумать, то здесь это как бы нам дано в самом терме. А мы просто как бы пишем вывод, вообще ни о чем нужно было. Написали контекст, написали тело и дважды абстрагировались. Вот, собственно, единственное отличие, что у нас термы должны быть аннотированы. Хорошо, значит, вот, посмотрев на эти примеры, теперь мы можем сказать, что, в общем, мы поняли как выводить типы. На практике мы тренируемся. Ну, а теперь нам нужно обсудить, какими же свойствами обладает эта система. Ну, приписали мы типы, что это нам дает, какие плюсы, какие минусы. Ну, вот, давайте посмотрим, что произошло с нашим исчислением теперь. Ну, есть некоторый ряд технических лемб, которые полезны для всяких доказательств. Я их быстренько пробегу. Ну, во-первых, лемма об инверсии, она переворачивает все наши утверждения. Вот, помните, у нас было утверждение такое, аксиол. Если х имеет тип символ и надлежит контексту гамма, то тогда в контексте гамма поводило, что х имеет тип символ. Лемма об инверсии как раз инвертирует тут все стрелочки такого типа. То есть она говорит, что если у нас из контекста гамма поводило, что х имеет тип символ, это может быть в единственном случае. Ну, если мы из-за пилослона там все случаем, ну вот, ничего другого не может. Значит, х принадлежит этому контексту. Дальше теперь, если аппликация у нас каким-то образом типизирована, типом Тау, то тогда утверждается, что существует такой тип сигма, что в контексте левый аппликант имеет стрелочный тип, а правый аппликант, ну, имеет самый тип сигма. Снова это тоже легко по индукции доказывается, общий перебором всех возможных случаев. Вообще, когда у нас дано индуктивное определение, то все доказательства, они как раз построены на подобного рода индукции. Вот третье, третье утверждение лямбогенерации, она различается для систем Чорча и Карри. В Карриевской системе, где термо не аннотировано, мы из того, что некоторые, если у нас верно в контексте гамма утверждения, что лямбда имеет тип ро, то тогда мы заключаем следующее, что у нас существует два таких типа сигма и Тау, что, во-первых, в контексте г Раши утверждили, что х имеет тип сигма, Владима, что его имеет тип Тау, и еще ро представляет собой стрелку. То есть, ну, здесь два утверждения, но они упакованы целиком. То есть, во-вторых, что ро это стрелочный тип, во-вторых, что это стрелка из сигмы в Тау, то есть, существует верно из сигма и Тау. И еще одно утверждение, что вот обязательно должно выполняться вот этот утверждение. Ну, это, опять же, обернутая в обратную сторону, в утверждение о правиле типизации. Для чертовских систем все немножко проще, потому что сигма уже сидит в лямбде, и, соответственно, утверждение сводится к тому, что существует такая Тау. Что, ну, это сигма Тау, а одно утверждение. То есть, ро это стрелочный тип, но сигма уже зафиксирована, и говорит, что это лямба, говорит, существует такое Тау. Технически с помощью этой лямбы многие исследующие утверждения, они могут быть доказаны. Я, естественно, доказательства приводить не буду. Ну, мы с вами не математикой занимаемся. Мы можем понять, что вы. Пожалуйста. Обращайтесь в этот раз, когда вы хотите опустить доказательства, да, потом мы, возможно, опущу ее. Дальше следующая полезная лямба, которую просто важно понять. То есть, ну, ее можно доказать легко с этих лямбом инверсии. Ну, как легко, с помощью долгих индуктивных преобразований, это лямба, атипизируемость под термом. Говорится, что если мы выявили утверждение атипизируемости некоторого терма, и M, и M' это некоторый его под термом, то есть кусок термом. Понятно, терм строился индуктивным, и мы можем выделить какой-то кусочек из него. А M' это его под термом, то тогда M' тоже типизирует. не бывает такого, чтобы большой термом типизировался, а какой-то кусочек его типа не имеет. Ну, тоже интуитивно понятная вещь, мы как бы типа собираем. Ну, вот, в принципе, с помощью этой лямбом доказательство утверждения можно. Теперь три лямба о контексте. На самом деле, для чего три этих лямба нужны? Они нужны нам для того, чтобы сказать следующее простую мысль. Что когда мы пишем вот такое вот утверждение, то контексты могут быть разные. То есть, ну вот, пускай здесь есть вот такое утверждение атипизации у нас верно. Мы здесь на самом деле можем подписать еще какую-то свежую переменную с каким-то типом. Она совершенно не помешает никакому выводу. Как вы увидели, вывод происходит, ну, там, мы берем оттуда содержатель, что нам нужно. Вот, на самом деле, три эти лямбы говорят следующее, что контекст нам нужен только и исключительно для того, чтобы описать все свободные переменные терма m. То есть, замкнутый терм, если и типизируется, то должен типизироваться в пустом контексте. Если в терме есть какая-то свободная переменная, то есть, свободная переменная должна быть описана в контексте, а если описаны еще какие-то другие переменные, то это ничему не мешает, но их можно выкинуть неиспортив утверждение атипизации. То есть, контексты нужны только для того, чтобы послужить свободные переменные нашего терма. Вот о чем идет речь. Ну, собственно, сами леммы говорят, первая лемма говорит, что расширение контекста не влияет на выводимость утверждения, вторая лемма говорит, что все свободные переменные обязательно должны присутствовать в контексте. Третья лемма говорит, что если там еще что-то присутствует в контексте, кроме свободных переменных, мы можем все это выкинуть лишнее, и это никак не повредит на вывод, утверждение эксплуатации. Ну вот, теперь мы переходим уже к снижательным вещам. Все ли термы типизированы? Оказывается, нет. Оказывается, это довольно бедная система, она некоторые конструкции не типизирует. Вот самая простая конструкция, которая не типизируется, это самоприменение. То есть вот есть некоторый предтерм. Если предположить, что это терм, это значит, что у нас есть контекст какой-то, имеет тип сигма. Ну, на самом деле, по предыдущим леммам мы говорим, здесь есть одна свободная переменная, поэтому единственное, что нам нужно в этом контексте, нам нужно описать как dx. То есть мы говорим, x имеет тип сигма. Ну, дальше смотрим, что у нас здесь есть аппликация. Поэтому, как мы там x должны типизировать? С одной стороны, x по лемме об инверсии должен иметь тип какой? tau, стрелочка сигма. То есть леммам об инверсии говорит, что если я типизирую, то должна существовать такая tau, вот мы здесь x смотрим на x в этой позиции, должна существовать такая tau, что x имеет тип tau, стрелочка сигма. С другой стороны, x у нас и вот здесь уже есть. Соответственно, опять же, из правил типизации аппликации, что мы должны сказать? Что тогда x имеет тип tau. Но мы сказали, что в контексте x должен быть описан один раз. И что это означает? Это означает, что эти два типа должны быть одним типом. То есть мы получаем некоторое уравнение на тип. Мы говорим, что tau должна быть tau, стрелочка сигма. Но мы видим, что тип является под выражением самого себя. Здесь у нас tau есть, и здесь у нас tau есть. Если мы начнем считать армист, то мы скажем, ну вот у нас типы фиксируют армист. Помните, мы сказали, что у нас любой тип может быть записан так, сигма один и так далее, сигма n и дальше перемен. В любом типе у нас есть фиксированная армист. А здесь армист не фиксированная. Если мы говорим, что у tau армист 5, а вот здесь, то тогда у tau армист 6. То есть вот такие соображения. Если типы у нас конечны, то такое не выполняется. В принципе, есть такое расширение, когда мы можем восхватывать бесконечные типы. Если мы говорим бесконечные типы, то их конец отделения. Типы, которые удовлетворяют такому свойству. Но мы говорим, что типы у нас конечны, поэтому такого не может быть. А это значит, что этот прицель типизирован быть не может. Ну и соответственно, мы говорим, что ни в каком контексте самоприменение не типизируемо. Ну дальше мы говорим, лямбда х точка х х, тогда тоже не типизируемо в нашей системе. Почему? Потому что у нас была лямба о типизируемости под термом. Вот у нас, если терм имеет какой-то типизируемый, то его под терм тоже должен быть типизирован. А у нас вот есть под терм, который типа не имеет, значит сам терм типа не имеет. Ну, значит, L большая тоже не типизируема. И Y комбинат тоже не типизируем. Потому что там всюду сидит в качестве под термом это самое самоприменение. То есть мы видим, что многих конструкций, которые не позволяют зафиксировать армисть, это вот единственная проблема, которая у нас есть. Если у нас армисть нарушается, то мы не можем типизировать терм. Других проблем на самом деле в этой системе нет. То есть вот такие конструкции у нас в нашей системе недопустимы. В принципе, я мог бы объявлять все эти альфа и бета и сказать, что это не переменная констант. Но на самом деле для дальнейших до сих пор нам это было не нужно, а теперь вот оказывается, что у нас есть некоторая полезная подстановка, которая зовется подстановкой типов. Действительно тип у нас сигма, он может зависеть от некоторой переменной армии. Ну вот, например, такой тип сигма, этот тип зависит от переменной альфа, то есть он содержит переменную альфа. Соответственно, мы можем сказать, а можем мы вместо альфа чего-то подставить? Какой-то другой тип. Ну, оказывается, да, и вот будет понятие подстановки типов. Подстановку типа мы пишем спереди. То есть это как бы некоторый оператор, который говорит, возьми тип сигма и подставь. Ну вот я и говорю про это место. Справа сверху. Возьми тип сигма и в нем выполни вместо альфа подстановку тау. Ну вот пример показывает, как делается некоторая подстановка. Я беру некоторые термати стрелочка бати стрелочка альфа и вместо альфа вставляю гамму стрелочку гамму. Получаю некоторые результаты. Оказывается, подстановка не нарушает утверждение атипизации. Лемма подстановки как раз об этом и говорит. Что если в контексте Г у нас терм М имеет тип сигма, то в кариевской системе мы можем выполнить следующее. Мы можем выполнить в типе сигму подстановку вместо альфа тау. И в контексте тоже мы должны найти все вхождения альфа и заменить их на тау. Подтверждается, что от этого утверждение атипизации не испортится. Ну, в общем, если посмотреть на дерево, то как бы просто чисто синтаксическая замена в дерево в антип такова. В системах стилей Чорча у нас еще в терме М может содержаться информация о типе. Поэтому подстановку нужно выполнять в трех местах. В контексте, в типе и еще в терме, если альфа фигурирует в какой-то измерении. Но, тем не менее, подстановка тоже не портит утверждение атипизации. Ну вот, на самом деле, это довольно мощный инструмент, которому мы еще вернемся в конце нашего курса, когда мы будем говорить про вывод типов. Про автоматический вывод типов. Да, в этой системе типы могут автоматически выводиться. Типы можно не писать и просто по терму автоматически выводить. То есть можно научить компьютеры. Это такая простая алгоритмическая разрешаемая задача. Есть алгоритм, который, если терм типизируем, то он возвращает тип и контекст. И в черте, в кариевской системе. А если терм не типизируем, то тип об этом, то алгоритм об этом информирует. То есть он не расходится, он разрешим и полностью. Не полуразрешим, а разрешим. Алгоритм по роду типов в этой системе. Ну, собственно, в Хаскеле этот алгоритм как раз используется. Поэтому, кстати, в Хаскеле мы можем не писать типа вообще нигде. В Хаскеле сам за название. Потому что его система типов вот именно такая. Ну, расширенная, конечно. Но в своей основе она базируется вот на этих конструкциях. Ну, теперь нам нужно чего? Нам нужно вспомнить, что у нас есть подстановки еще и в термах. Наша основная вычислительная операция, бета-редукция, была определена как раз через подстановку термов. Вместо термов. Тут мы типы вместо типы подставляем, здесь мы термом вместо термов. Так вот, оказывается, наша операция, наша бета-редукция сохраняет тип. Ну, точнее говоря, подстановка сохраняет тип, а значит и бета-редукция будет сохранять тип. Ну, это тоже довольно простая лемма. Она говорит, что если у нас термы М и М типизируемы, ну, причем вот таким вот образом. В некотором контексте наширенным иксом М имеет тип Тау, а М имеет тип Сигма, то тогда мы можем выполнить подстановку вместо переменной Х, имеющей тип Сигма, терма, имеющей тип Сигма. И при этом после этого терм М, в которой мы выполняем подстановку, он не испортится. То есть подстановка терма сохраняет тип. И вот это некоторое важное утверждение, всякая хорошая система типов при вычислении не должна портить, менять тип. То есть у нас идут вычисления, а тип выражения вычисляемого сохраняется. Вот как раз эта лемма нам это все М исключает. Ну и теперь есть некоторая теорема о редукции субъекта, такая ключевая, про которую я, собственно, уже сказал. Если М многошагово бета-редуцируется к М, и М имела некоторый тип Сигма, тогда М тоже будет иметь тип Сигма. Тип сохраняется при бета-редукции. Теорема о редукции субъекта должна для любой системы типов выполняться, которые мы хотим использовать для вычисления. Теперь теорема о том, единственный ли тип или нет. Ну, мы знаем, что две системы Кари и Чорч различаются. В Чорчевских системах тип единственный. Такая теорема действительно есть, и доказывать я ее не буду, хотя они тоже все несложно доказываются. Если у нас в контексте Г выводится, что М имеет тип Сигма и М имеет тип Тау, то в Чорчевской системе это значит, что Сигма и Тау это одно и то же. Ну а в Кариевской системе? Ну да, следствие говорит, что все бета-эквивалентные термы имеют один и тот же тип в Чорчевской системе, то есть в системе саннотации. А вот для системы Кари это не так. Единственности нет. Ну и мы с вами об этом знаем. Собственно, да, не будем разрешить разгадывать пример. Времени у нас нет. На самом деле система Кари и Чорчи тесно связана. Мы можем, я уже про этот слайд просто коротко расскажу, мы можем сделать стирающее отображение. Оно делает следующее. Все, что у нас на слайде, как отличие Кариевской и Чорчевской системы, было красным написано, она просто стирает. Вот это стирание в переменной ничего не делает, стирание в применении ничего не делает, а стирание в лямбда-абстракции стирает нам информацию о типе. Ну и утверждаю, что можно и в одну сторону, и в другую написать некоторое утверждение, то есть о типизированности. Все термы, которые типизируемые в версии Чорчи, они проектируются в типизируемые же термы в версии Кариев. И наоборот. Ну наоборот, чуть посложнее, потому что в эту сторону нам нужно что-то стирать, а в ту сторону нам нужно что-то придумать. Ну и утверждает, что придумать всегда можно. Что атрибутировать. Вот, и теперь у нас все здесь сказано ради последнего вывода. Мы вообще сейчас смотрели на вот это вот утверждение в одну сторону. Мы писали термы и говорили, а можно ли ему, ну в каком-то контексте, но для нас сейчас не важно, можно ли терму приписать какой-то тип? Но мы можем поставить и другой вопрос. Мы можем написать сначала тип, то есть вот M, какой тип имеет в контексте, и имеет ли он какой-то тип. А можно поставить другой вопрос, например, в контексте гамма. Ну давайте просто в пустом контексте, ну так проще будет. В пустом контексте есть некоторый тип. Можно ли написать терм этого типа? Ну вот утверждается здесь, пока мы таких вопросов не ставим, что если такой терм можно написать, то про тип говорят, что он обитаем или населен. То есть в нем есть элемент. А если такого терма нельзя написать, то мы говорим, что тип необитаемый. Ну, на самом деле вот последнее утверждение говорит, что если тип обитаем в системе Кари, то он обитаемый в системе счетчей наоборот. А что ж такое необитаемый тип? Ну вот, оказывается, я возвращаюсь к соответствию Кари Горда, я об этом уже говорил. Если мы можем смотреть на типы как на некоторые утверждения логики, логики предикатов. Так вот, если это утверждение истинно в логике предикатов, то тип в нашей системе обитаем. А если оно не является истинным в логике предикатов, то не предикатов, конечно, что я говорил, уже нет. Препозиционально в логике, в логике высказывает. То тип необитаемый. Скажем, вот такой вот тип, это неверно. Если из альфа следует альфа, то альфа истина. Это неправда. Ну, по понятному сображу. Правда, что это неправда? Это верно вообще всегда, а это может быть много. Ну, а импликация, она, как говорят, что если посадка истинное заключение наложено, то импликация может быть логика. То есть это не является теоремой логики высказываний. Ну, вот такой тип необитаемый. То есть не существует. Тема m такого, что m имеет такой тип. Ну, ладно, это я отвлекся немножко в сторону. Правда, да. Ну, и вот есть целый ряд проблем разрешимости, которые отвечают на вопрос. Есть алгоритм, который позволяет решить задачу. Первый вопрос задачи проверки типов. Я пишу в пустом контексте, это легко расширить на не пустые контексты. Но меня сейчас не это интересует. Интереснее всего замкнутые темы изучать. Ну, первая задача проверки типов. Мы пишем, m имеет тип сигма. А можем ли мы это проверить? Ну, в каждой системе, в разных системах типы по-разному. В нашей можем, утверждается. И в Калии, и в Керча. Вторая задача синтеза типов. Имеется терм, нужно вывести его тип. Ну, правда, здесь имеется в виду замкнутый терм, потому что я искать тексты пишу. А эта задача синтеза типов. Она уже разрешима. И вот это как бы говорит, что тип вообще-то можем не писать. Потому что за нас алгоритм может вывести тип для любого терма. Или сказать, что этот терм не типизирует в нашей системе. То есть типы все-таки играют. Мы не совсем при типовой системе работаем. У нас типы где-то сзади есть, они что-то контролируют. Но мы их не видим, но аргность при этом контролируется у нас. И последняя задача. Задача обитаемости типов, про которую я говорил. Написан тип, можно написать терм, который имеет этот тип. Ну, вот это инфилитейшн-проблем. Такая задача есть. Для нашей системы все эти задачи разрешены. Есть алгоритмы. Вообще, задача проверки типов выглядят проще, чем задачи синтеза типов. Ну, вроде, проверить легче, чем сконструировать. Но на самом деле это одна и та же задача в нашей системе, а в нашей системе других систем. Просто потому что, вот, как там написано, если у нас, мы проверяем, что аппликация L к N имеет тип сигма. Это задача проверки типов. Но это означает, что мы должны синтезировать какой-то тип для L. То есть мы сразу же переходим к задаче синтеза, которая вроде бы выглядит проще. Но вот мы видим, что задача проверки, она тут же сводится к задаче синтеза, так что она не проще, чем синтез. Ну и, наконец, последнее, к чему нам нужно обсудить, это как же ведут себя термы в нашей системе. Значит, терм называют сладонормализуемым, если его можно привести к нормальной форме. Если есть последовательности редукций, которые приводят к данному форме. Ну, мы такие типа знаем, например, K и O. Помните, такая конструкция у нас была, да? Мы могли там крутить хомегу до бесконечности, и значит были расходящиеся последовательности. А были последовательности, которые скользкоствуют к нормальной форме. Вот такие термо-типы K и O, они слабо нормализуют. Если же любая последовательность редукций приводит к нормальной форме, То такой терм называется сильно нормализуем Так вот, оказывается, что в нашей системе типизируемых наших системах Только все типизируемые термы сильно нормализуем То есть все вычисления заканчиваются Ну и система типов называется слабонормализуемой Если все допустимые термы слабонормализуемы И, соответственно, сильно нормализуемы Если все допустимые термы сильно нормализуемы Оказывается, в обеих системах Лямбда-стрелочка все термы сильно нормализуемы Это значит, что все всегда сводится к нормальной форме Любая последовательность вычислений Ну, в общем, оказывается, что это бедная система И никакой общерекурсивной вещи в ней завести нельзя в ней даже не на самом деле как следует не ввести и примитивную рекурсию полноценно то есть это достаточно бедная система но ее можно расширить и Хаскель имеет чуть-чуть расширенную система в основе лежит именно такая система но там есть некоторые расширения про которые мы на практике с вами поговорим александр закончена есть какие-то вопросы у нас есть способ сравнить два типа мы различаем переменные мы как раз мы хитро поступили мы в черче переменные фиксируем и и когда они фиксированы в терме они и в типы вылезают при абстрагировании и тогда мы говорим тип единственный а в каре мы ничего не фиксируем мы поговорим что да там лябда Х точка Х мы можем приписать ему тип альфа стрелочка альфа можем этому терму приписать тип например бета стрелочка б это два разных типа ну все ну а в черче мы должны здесь фиксировать и тогда это два разных терма получается имея два разных тип да 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 у нас нет альфа эквивалентности в тип у нас точное сравнение точное совпадение всего и бутылок и количество стрелочек ну все если вопрос нет давайте черкаться а если у нас формула упрощается логическими способами то есть например есть там в магиологике там аксиомы мы там можем упростить и для типов неверно будет не будет равны теперь можно упростить логическое выражение нет еще раз мы этих преобразований мы в общем не вводим но в каком смысле упростить упростить мы можем доказательства а упростить что значит упростить утверждение мне не очень ну да например закон деморгана то есть мне а и б пишем упрощаем это формула не равны при всех значениях перемен все переменные вводим true false они совпадают полностью ну то есть вы говорите ну с не вообще есть некоторые проблемы ну хорошо то есть мы пишем закон деморгана и пишем на типах вот такое убеждение там не ну я напишу альфа и бета не альфа или небо не наврал не правильно да ну все этот тип населен это вот этот тип населен то есть ну нам нужно объяснить что такое не что такое и что такое и но это в принципе можно расширить ну да этот тип населен да то есть вот если это теорема действительно если это тофтология логическая тофтология то да она населен да то есть я здесь проблем не вижу о, ну, ну есть прямо, там как раз стрелочка есть прямо на завал аппликация как раз и есть использована ну точнее поскольку у нас все-таки это можно ввести мы может об этом поговорим еще но нас интересует сейчас только то что можно из стрелочек сделать называется импликационный фрагмент позициональной логики то есть то что можно сконструировать с задних стрелочек ну там есть нетриверные теоремы тип комбинатора К, например, это будет одно из аксион тип комбинатора И это тоже, в общем, то что доказывается из аксиом но иногда в качестве аксиом применим а вот то удовердение, что С и К образуют полный базис они соответствуют тому, что типы С и К они как бы образуются это этих двух аксиом достаточно чтобы полностью импликационный фрагмент то есть тут связь очень глубокая фактически логика, пропозициональная логика это в точности система типов для то есть система типов для нашей простой системы каждую демезомарфизм да